МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала «Конный мир». Продолжает программа «Обратный отчет». Меня зовут Максим Сенаторов. В этой студии мы обсудим предстоящий большой скаковой день на Центральном московском подроме, главной скачкой которого станет в Сады Придоне большой всероссийский приз дерби. Воскресенье порадует не только скачками для лошадей чистокровной верховой породы, но и для лошадей чистокровной арабской породы. В целом призовой фонд 9 скачек более 16 миллионов рублей. Половина от этой суммы составит призовой фонд дерби, большого всероссийского приза дерби. Вместе с Любовью Гудкиной, тренером, и Георгом Кабаляном, также тренером, мы сегодня обсудим предстоящие грандиозные события на главной скаковой арене нашей страны. Дорогие друзья, один большой скаковой день на Центральном московском ипподроме сменяет другой. И какая сейчас атмосфера на ипподроме в треноотделениях в преддверии больших скачек, Люба? Напряженность большая. Можно хоть ножом резать. Напряженность, переживания. Все видно настроены такие. Вот сейчас атмосфера, конечно, очень интересная. Ну, можно с кем-то обменяться мнениями, о чем-то переговорить, как-то поспорить, что-то пообсуждать, или наоборот, все спрятались в своих мыслях? Все по-разному. Кто-то с кем-то здороваешься, как дела? Вот так, простите. И все, больше не разговаривают. А некоторые расслабленные, разговаривают все спокойно. То есть у всех по-разному. Георг, вы не так давно приехали на центральный московский ипподром. И какую нашли атмосферу над СМИ в преддверии дерби? Мы стоим вместе в одной конюшне, и у нас все нормально. Мы можем и поговорить, и поделиться. Но я вот так уже смотрю, что все, может быть, визуально незаметно, но внутри все нервнички. Я тоже нервничаю. Люба, вопрос снова к тебе. Перед началом этого скакового сезона ты могла предположить что вот именно с Легардом, мы сейчас перейдем обязательно к составу Сады Тридуния, большой всероссийский приз дерби, к составу участников и участниц. Ты могла предположить, что именно Легард станет твоим главным орудием в этой главной скачке сезона на СМИ? Даже предположить не могу. Нет. Нет. А кто? Кто был, скажем так, в твоем листе потенциальных участников дерби? Не было у меня в листе потенциальных участников дерби. То есть даже не загадывали, потому что боишься загадывать. Скачка очень большая, очень серьезная. Пока что у меня не было таких лошадей, на которых я могу выступать на дерби в Москве. Вот. Поэтому даже на периферии не было лошадей. Вот сейчас жребец появился, конечно же, весной даже подумать об этом не могли. Хорошо. Давайте тогда познакомимся с составом участников и участниц Сады Придония, большого всероссийского приза дерби 2022 года. Первый номер мы уже знаем, номера боксов. Первый бокс у Легарда. Второй номер у Силкстори. Третий Карандаш. Четвертый Кингбой. Пятый Эзотерика. Шестой Челленджер Барс. Седьмой Вестерн Пойнт. Восьмой номер Джайант Роб. Кинг Пауэр под номером девять. Ламан Леча номер десять. Одиннадцатый Антек. Космик Фронт двенадцатый. И дерзкий Рассвет под тринадцатым номером пока находится в резерве. Ну что же, дорогие друзья, давайте тогда начинать наше знакомство и нашу аналитику, наше предположение высказывать относительно потенциального дербиста 2022 года. Начинаем мы с Легарда. И его недавняя победа, большая победа 23 июля в розыгрыше приза Фрагранта. Люба, ну, скачка действительно во многом определяющая для Легарда была в течение этого сезона. Легард тем самым становится у нас самым богатым участником предстоящего розыгрыша дерби. И как ты считаешь, там он прошел дистанцию две тысячи метров, сейчас две тысячи четыреста метров, это уже несколько иная задача, совершенно другой дивизион. И вот как ты считаешь, выдержит ли он это испытание? Да, к сожалению, две и две четыреста – это абсолютно разные дистанции. Казалось бы, что такое четыреста метров, но это абсолютно разная дивизион. Очень… Пока что визуально, так как он скачет, есть ощущение, что выдержит. Но когда открываешь его паспорт, смотришь родословно, думаешь, блин, как будто бы нет. Будем смотреть. Его отец очень хорошо ходил на две тысячи, и две четыреста он мог бежать, но это уже не была его дистанция. Но на дерби надо, чтобы ты был классиком, конечно. Надо, чтобы ты конкретно мог держать две четыреста. Просто так это не прокатит. Тем более с такой конвой. Ну, я надеюсь, что будет держать. Пока визуально он подает надежду, что он держит две четыреста. Все проверим. Все проверим, да. Скачки. Геворг, две тысячи и две четыреста, возвращаясь к этим четыремстам метрам, с вашей тренерской точки зрения, в чем отличие, в чем сложность подготовки лошади в дистанции две тысячи метров и в дистанции две четыреста? В две четыреста лошадь должна быть более выносливой и сильнее, чтобы могла бежать. И при этом иметь еще и резвость надо, чтобы не отставать. Поэтому у нас опять-таки мы это все определяем опытным путем. Тысячу восемьсот, две тысячи прошла, значит, надеемся, что будет держать. И так все. Если будет знать, что до ДРБ или до ОКСа кто-то скачет две четыреста, уже он понимает, видит, что держит дистанцию или нет. А так все опытным путем проверка. Четыреста метров это тоже от двух тысяч до двух четыреста. Четыреста метров это большая дистанция. Это не сто метров, два сто. Чтобы можно было бы докатиться. А так это надо уметь передвигаться. Сила должна быть выносливая. Да, если брать тысяч шестьсот и две тысячи, тысяч шестьсот, которые они две тысячи бегут, а две и две четыреста, это уже другое. Это уже все. Может быть у этой лошади две тысячи и предел. Все, она дальше не сможет продержаться так же, на таком же уровне. Она отойдет назад. Поэтому все опытным путем. Предлагаю обратить внимание на статистику Легарда. Легарда в 2022 году в этом сезоне жеребец остается беспроигрышным. Четыре старта и четыре победы. Плюс ко всему, эти почти пять миллионов рублей, которые он заработал по итогам приза Фрагранта, действительно делают его самым богатым участником предстоящего розыгрыша Сады Придуня. Большой всероссийский приз дерби. Ну, пожелаем, Люба, вашей команде, чтобы вот эта позитивная серия Легарда не прервалась в эти выходные. Давайте поговорим про двух жеребцов, которые находятся в тренинге у Шамиля Хаткова. Это Silk Story и Cosmic Front. Также 23 июля прошел розыгрыш приза Анилина на дистанцию 2000 метров. Но там несколько иная была уже компания претендентов на участие в дерби. И Silk Story вместе с Cosmic Front пришли первым, вторым. Как вы считаете, коллеги, вот этой победой, этим первым и вторым местом и Silk Story, и Cosmic Front делают себя фаворитами предстоящего дерби? Безоговорочно. Безоговорочно. Но они делают себя фаворитами. Из хозяевов дорожки они делают себя фаворитами. Но мне нравятся еще другие жеребцы, которые приехали на дерби. Но мы о них сегодня тоже поговорим. Из хозяевов они фавориты, извиняюсь. Хорошо, давайте поговорим о стратегии, о тактике, которую могут выбрать тренеры жакеи в розыгрыше дерби. Вот мы видели, что в призе Фрагранта Легард с Кинг Пауэром проехал как можно ближе. Понятно, что Кинг Пауэр пейс очень резвый задавал с самого начала дистанции. То же самое мы можем говорить про Silk Story, который едет по себе и тоже любит лидировать. Но по ходу этого сезона никто его не цеплял. То есть Silk Story ехал и ехал, ехал и ехал. И приезжал все время первым. А что касается тактики, которую вы просматриваете, Люба, в преддверии дерби, обращайте внимание на то, как едут ваши соперники. В частности, Silk Story, Кинг Пауэр. Мы понимаем, что резво может поехать тот же Карандаш, который здесь уже акклиматизировался на центральном московском подроме. Наверняка лучше готов, нежели в призе Анилина. В связи с этим, как вы разрабатываете план на предстоящую скачку? В моей голове скачка будет. Ну, я думаю, как и у людей, как у всех остальных, примерно, что Silk Story и Кинг Пауэр поведет. Я думаю, что даже Silk Story сядет под Кинг Пауэра, потому что Кинг Пауэр, он прям такой конкретно ходовой. Я думаю, что Silk Story сядет под Кинг Пауэра. Хотя вот у Silk Story второй букс, у Кинг Пауэра девятый, возможно, не получится, как у него. Я не думаю, что Карандаш поедет. С ними будут ехать Silk Story и Кинг Пауэр до Талова, то есть пока не закончится бензин. А у Silk Story он может и не закончиться. То есть его, возможно, будет тяжело догнать. Лошади потратить силу на бросок перед прямой, если они сделают большой зазор. По повороту лошади будут делать бросок, подъезжать к ним. Прямая не такая легкая, просто можно не успеть их поймать. Соконюшеник Silk Story, Космик Фронт, Георг, здесь вопрос к вам. Конь очень крупный, об этом неоднократно и Шамиль Хатков говорил в интервью. Конь непростой в тренинге. И как вы считаете, текущее состояние дорожки на центральном московском подроме позволит ли ему продемонстрировать все свои лучшие качества в дерби? Ну, если дорожка будет хорошая, то все равно он пойдет не с места. Он, если крупная лошадь стартовой скорости, такой не может быть, как, допустим, у Silk Story. Я думаю, что он будет концом набирать, набирать, набирать. Ну и первого никто не будет отпускать далеко. Это же тоже понятно, что если отпустят, он уйдет и никто не поймает его. Поэтому тут, я думаю, что и Карандаш будет ехать за ними. Не даст. Я хорошо помню слова, которые сказала Любовь Гудкина, что в Москве все едут на класс. То есть на бросок никто не рассчитывает. То есть нужно ехать прямо на класс лошади, вытаскивать все, что есть в данный конкретный день. А вот Антек. Антек, с одной стороны, выступает очень стабильно. Да, пока побед в этом сезоне его еще не было на центральном московском подробе. Но, тем не менее, вторые, третьи места, вот кажется, что он где-то, где-то рядом. Судя по тому отставанию, которое есть у Антека от победителей, да, кажется, что еще может добавить. Еще наверняка вот мы Антека не увидели. Того Антека, которого мы видели, допустим, по итогам двухлетней кампании в 2021 году. Как вы считаете, Антек еще не все продемонстрировал, все, что он умеет? Мое мнение, что он ничего не сделает здесь. Здесь лошади есть и поклоснее его. Он скачет на своем месте на три года. Есть лошади, которые двухлетние. Он на два года скачет хорошо. А на три года вот он как середнячок. Если ты претендуешь на что-то, ты должен быть в традиционных призах вторым, третьим, если ты хочешь быть первым. Понимаете? И тут такое дело, что... Ну, я не считаю, что Антек, допустим, ну, Silk Story может обыграть. Не сможет он. Поэтому тут разные параллели между ними. Хорошо. Тогда я предлагаю вернуться к теме Silk Story и Космик Фронта и послушать комментарий тренера Шамиля Хаткова о своих жеребцах. Конечно, чувствуется давление после приза Анилина. Вроде как скачка прошла, выдохнул. И тут же груз ответственности, что он идет одним из фаворитов теперь на дерби, конечно. Он был на Анилина в очень хорошем порядке. И сейчас он тоже меня радует. Я доволен им. Комфортно ехать по нему, по коню, как он любит ехать. И именно по его резвости. А там, ну, впереди или там сзади, неважно. Нам достался второй стартовый бокс. И мы им очень даже довольны. Для него тоже сложилась скачка хорошо. Очень даже хорошо. Он остался вторым за его законюшеньком. Считаю, что выиграл. Ну, то, что он большой, да, большой, ну, это ему не мешает бежать. По себе они одинаковые. Тот отдатливый, этот отдатливый. То есть, там, да, они, ну, разные кони, разные лошади. Ну, в любом случае, они, тот на длинном ходу, в силу к истории, там, любит по одному работать. Тот любит по другому. Ну, два разных коня. Вы знаете, я сильно не расстроился. То, что у него 12-й бокс. Почему? Потому что конь на длинном ходу. И был бы у него там первый, второй, третий бокс, это было бы для него, наверное, хуже, чем 12-й. Потому что он в поворот, он на длинном ходу, и в поворот не вписывается. Он его чуть заваливался бы в поле из-за того, что на длинном ходу. Люба, а вы довольны первым боксом Легарда? Уже нет. Немножко. Первые 3-4 колеса тяжеловато. Но сейчас дорожка работает. То есть, ее постоянно приглаживают, ровняют, постоянно приводят на лежащий порядок, но она непослушная. Она постоянно выбивается в не очень хорошую. То есть, первые 3-4 колеса, они прям тяжелые, прям тяжелые. Ее когда укатывают, делают, все, следующий день отлично, через день хуже, 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 опять сделали. И по состоянию дорожки. Но что-то я уже не очень рада, если честно, первому боксу, потому что первые 3-4 колеса тяжеловаты. То есть, так плавает дорожка, да? Да. День ото дня. Хорошо, дорогие друзья, мы сегодня затронули также тему и карандаша. И вот, что сказала по итогам подготовки к розыгрышу дерби Казбек Хамизов о своем подопечном. Переезд очень тяжелый, ему дался. Он после дороги вялый был. И мне кажется, он не успел восстановиться. Чуть-чуть слабоватый был. Ему первый раз, мы его в такую даль вывозили, он до этого не ездил никуда. Потому что он такой, невысокого роста и, можно сказать, облегченном виде. И ему очень тяжело удалось переезд. Мне кажется, из-за этого. Но сейчас нормально. Мы изначально планировали, чтобы он и здесь прошел на дерби. Поэтому мы в Краснодаре не выступали на дерби. На нем. Ну что же, это было мнение Казбека Хамизова относительно того, что карандаш пропустил розыгрыш Краснодарского дерби. Там было кому сражаться от тренаделения Казбека Хамизова за победу. О них мы сегодня тоже поговорим. Ну, карандаш достойно прошел в призе Анилина. Мы услышали причину, почему не получилось там выступить более успешно. А вот хотелось бы послушать ваше мнение относительно кобылы. Кобылы-эзотерика, победительницы всероссийского Окса. И пока вы, коллеги, будете в том числе и отвечать на наши вопросы, мы посмотрим, еще раз восстановим в памяти, как разворачивались события того дня. И вот любопытно было узнать вообще кобылы в дерби. Это нечастое явление. И не так часто кобылы одерживали победу. Да, в 50-х, в 70-х годах это было еще более-менее явлением таким обыденным. Но в последние годы победы давались кобылам крайне-крайне редко. Как вы считаете, вот такой опыт участия кобылов в дерби? Кобыл очень достойный. Здесь вопросов никаких нет. Победительница Окса, Люба, ну вот как ты считаешь, вот такой опыт? Насколько он эзотерике пригодится в будущем? Может быть, как-то негативно отразится на ней? Если ее повезут на осенние в Краснодар, то она в любом случае успеет отдохнуть. А если не попробуешь, не узнаешь, почему бы на ней не проехать на дерби, каким бы ни был результат, она аксистка, у нее билет на дерби. Обязательно надо пробовать, я абсолютно согласна, обязательно надо пробовать при любом результате. А возьмет и выиграет. Она, пацаны еще не знают, куда идут, она уже знает, она уже была на 2400 и доказала. Вот, поэтому обязательно надо было пробовать. И в любом случае она успеет до осенних скачек отдохнуть. Поэтому, а зачем сидеть в конюшне, если так не хочу? Если готовы. Другой вопрос. Насколько сильно вытянула и Окс? Что там еще у нее осталось, да? Да. Георг, как вы относитесь к такому опыту? Ну, вообще, это нормальное явление проверять кобыл, потому что это же пойдет в воспроизводительный состав. Это же хорошо, когда кобыла выиграла и Окс, и в дерби, пускай даже не выиграла, это уже супер кобыла. И вот я согласен с Любой, текущий порядок кобылы. Если она отошла от Окса хорошо, восстановилась быстро или восстанавливается быстро, то почему бы и нет? Это я бы попробовал, если бы была такая кобыла. Кстати говоря, вот я заметил, что по тому дню, какой пейс задавала по дистанции сподвижница, примерно те же самые секунды показывала у Силкстори по дистанции. То есть плюс-минус там несколько десяток в пользу Силкстори, но мы видим, что вот подобный пейс резвый, который сподвижница вместе с Саквамарин Блю, не Саквамарин Блю, нет, по-моему с ней, по дистанции, то они в общем-то сподвижница, не сподвижница, а эзотерика этот пейс поддерживала и концом добавляла. Так что я вот думаю, если вот как мы разрабатывали примерный план тактики, поедут резво, безусловно, на класс, я думаю, что эзотерика способна эти секунды выдерживать. Такой пейс. И может тоже ходить такую же резвость, как и все. Но она уже прошла окс. Ну да, просто вот это, насколько ее порядок. Если она в порядке, восстановилась, значит, я думаю, я все равно болею за нее. Это кобыла. Вот так вот, да? Стоите в одной конюшне, я думаю, сейчас услышал такие слова. Нет, я не умоляю достоинства олигарда, ничего, но для меня, когда кобыла идет в дерби, это превыше всего. Пускай она не выиграет, но девчонка бросает вызов парня. Это уже само за себя говорит. Ну давайте посмотрим историю вот тех самых побед кобыл в розыгрышах дерби, начиная с 1886 года, когда у нас начался розыгрыш дерби, да. Клички наверняка ранних победительниц мало кому сейчас что скажут, но тем не менее кобылы, как Арагва, Струна и Мунтисов, да, последняя победительница большого всероссийского приза дерби, это уже клички, вошедшие в историю нашего отечественного конозаводства. Поэтому эзотерика в какой-то степени, да, может... Претендует. Претендует и небезосновательно претендует на то, чтобы войти в этот легендарный список. Ну и плюс ко всему статистика эзотерики нам подсказывает, что опыт выступления на 2400 у нее имеется, опыт успешный. Все традиционные призы, которые разыгрывались в этом сезоне на центральном московском подроме, она выиграла. Поэтому, безусловно, здесь одна беспроигрышная кобыла в этом сезоне, беспроигрышные жеребец и олигарх в этом сезоне сойдутся на одной дорожке. Но Люба также отметила и присутствие в этой компании Джайн Тропа, представителя Волгоградского конного завода, который находится в тренинге у Хусея Касаева. И Джайн Троп также прошел дистанцию в 2400 метрах, но по более тяжелому пятигорскому покрытию. Георг, как вы считаете, переход с пятигорской дорожки на дорожку центрального московского ипподрома как может отразиться на результате Джайн Тропа? Легче всего переходить с тяжелой дорожки на легкую. Ему будет лучше. А с легкой на тяжелую уже некомфортно. Я считаю, что с тяжелой всегда легче. Ну, он неплохой же ребенок, поэтому его сбрасывать со счетов вообще нельзя. И тут многих, которые записаны со счетов, сбрасывать нельзя. Вестерпоинт Юрия Кулинича. Я считаю, что он на Краснодарском дерби тоже очень хорошо выступил. И третий призер. Но он концом добавлял. А давайте вспомним события большого краснодарского приза дерби, учитывая, что там помимо Вестерпоинта еще один подопечный. Казбека Хамизова также ехал. Это Кингбой. И они вновь встретятся, но уже на дорожке центрального московского ипподрома. Вестерпоинт, он чуть позже приехал на центральный московский ипподром, нежели Кингбой и Карандаш. Может ли сказаться здесь акклиматизация, перестроение на новую дорожку, новые условия, новые конюшни? Все это так или иначе может отразиться на результате? Конечно, может отразиться. Самое главное у нас, я считаю, и для гастролеров, это переезд, дорожка, дорога. Как лошадь перенесет, переезд есть. А все остальное уже, как бы, он в порядке, работался. Я его видел, он мне очень понравился. И налетает, налетает. Он налетает, я же вам говорю, вот он налетает, ему не хватило чуть-чуть. Поэтому я его тоже считаю, что он может претендовать. Кингбой. Здесь какие предпосылки за Кингбоя говорят? У Кингбоя преимущество тем, что он здесь. Он уже адаптировался, он здесь работает, он уже круг почувствовал. Все, но он уже знает, где, как. Для гастролеров вот это проблема, потому что за 3-4 дня ты дорожку все равно не узнает лошадь, не почувствует. Надо поработать здесь. А наличие, здесь вопрос вам, тренером, наличие двух лошадей в скачке, как-то вот спокойствие добавляет внутреннего, что, ну, если с одним не получится, то второй попытается не обидеть. Конечно, конечно. А если 3, то еще лучше. А 4, еще больше санкций. Ну, вот, кстати, 3, по-моему, 3 лошади такая раз на дерби ушли у Казбека в Краснодаре. Но ни один не победил, а Тор как был вторым. Тор прошел, это... Да. Про Тор мы обязательно еще поговорим, применительно к розыгрышу малого дерби. Дорогие друзья, давайте послушаем комментарий Казбека Хамизова о своем подопечном Кинг-бое. За 3 недели приехал он. Он приехал, у него было время восстановиться. Сейчас нормально, хорошо выглядит. Ну, он чисто американец, и ему эта московская дорожка получше и полегче. Он маленький, компактный, больше ему подойдет, поэтому решили. Прогресс, конечно, появился, он более стал уверен в себе. Здесь и по работе тоже показывает, что он уже, ну, 2400 прошел, и полегче ему здесь. Каждый поедет по себе по коню. Там тактика. Какая может быть тактика, если в Волгоградске 3 лошади едут, наши 2. И лошади есть, которые будут предлагать резвее, чем наши лошади. Зачем резаться с ними голова в голову? Я не вижу никакого резона. Ну, вот так смотрит на эту компанию Казбек Хамизов, что резаться с тем же Силк Стори, Джайн Тропом, Кинг Пауэром. А зачем ему резаться, если лошади есть, которые пойдут по передаму, будут сдавать хороший пейс. Естественно, у него два хороших жеребца. Он может на этих жеребцах тут же сидеть недалеко. Если кто-то там пристал, он тут же. Если бы они ехали бы 2 на 2, тогда другое дело. Здесь 12 головы. Тут однозначно есть лошади, которые зададут пейс такой, что надо будет двигаться. Ну, хорошо. Это мы все оставим уже на воскресенье, непосредственно на день скачки. Потому как все может пойти не по плану. Не по плану. Ну, есть у меня подозрение, что в этот день хорошо пройдут лошади на низу. Маленькие, компактные, коротенькие. Вот эти вот такие, как как раз Кинг Бой, как Джайн Троп. Вот Джайн Троп выглядит шикарно. Но эзотерика, она тоже такая достаточно компактная. Да, она сбитенькая. Запомним эти слова и потом уже сопоставим их с результатом. Дорогие друзья, далее говорим мы про большой приз для лошадей двух лет. Сады Фридония большой приз. Первые группы, первый номер Бармалеи, Global Org второй, Midnight Arrow третий номер, Ирена четвертый, Running Angel пятый, Legend Bars шестой, Фантаст седьмой и Евро под восьмым номером. Начинаем с Legend Bars, который здорово прошел 23 июля в призе в честь 20-летия конного завода Донской. И Legend Bars, ровно как и Global Org, пропустили в Краснодаре приз первой короны в день розыгрыша Кубка Губернатора. Сделали ставку на центральный московский подросток. Мы видим, по этому сезону Legend Bars идет беспроигрышно. И как вы считаете, Legend Bars, несмотря на присутствие лошадей местных, Legend Bars это первый номер, первый фаворит? Для меня он, да. Для меня Global Org. Ну, со счетов Global Org я тоже не скидываю. Почему-то я не видела еще краев Global Org. Он создает впечатление, как будто... А вот край Legend Bars, вот донышко Legend Bars, разве мы увидели в этом сезоне? Вот на 1600 в этом году еще нету дистанции для двухлетних лошадей. Вот посмотрим на большой приз. Хорошо, хорошо. Бармалей, представитель местного тренаделения. Вторым был? Да, он был вторым за Legend Barsом. Здорово прошел. Также до момента встречи с Legend Barsом он считался среди лошадей центрального московского патрона номером один. Номер один, да, был. Все традиционные призы он выиграл. И как вы думаете, в присутствии Legend Bars, в присутствии Global Org, на что будет способен Бармалей на дистанции 1600? Нет, не потеряется. То есть уже видно, что оброс классом, да, и конь действительно способен вот и новый вызов принять. Да, жребец хороший. Вторым три корпуса проиграл Legend Bars, в Legend Bars прошел 40, они, по-моему, прошли, да. Не потеряется. Фантаст. Вот обратим внимание в том числе и на Фантаста. Он пришел в компанию с Legend Barsом и Бармалеем третьим. На что может претендовать Фантаст? Фантаст может претендовать на многое, потому что у Фантаста был не очень хороший переезд. Будем, конечно же, будем болеть за него, по крайней мере, я. Я думаю, что сейчас он уже покажет. То есть вот эти три недели, которые прошли с 23 июля по 14 августа, да, все-таки Фантаст же тоже гастролер у нас на тот момент был. То есть приехал где-то за неделю до начала скачек. И, судя по всему, вот эта дорога, которая влияет на порядок лошадей, она не в лучшую сторону отразилась на его результате в скачке. Однозначно, 100%. Что он не показал, не показал результат, не показал свой результат. Я надеюсь, что в этой скачке уже он похоже. Ну, хорошо. Про Фантаста поговорили, про Бармалия поговорили. Ледженд Барс, безусловно, номер один. А вот Глобал Орб. Действительно, вот здесь я с любовью соглашусь, пока два краснодарских выступления Глобал Орба не показали нам его потолок. Потолок, где его? Потенциал показали. Что он может. Две эти скачки. Что он может. Но, опять-таки, мы увидели, что здесь владельцы сделали выбор не в пользу приза первой короны, где там был стоп-старт, да, и Глориус Хантер, которые боролись за победу, а сделали выбор в пользу большого приза и центрального московского ипподроб. Ну, понимаете, это уже прерогатива владельцев. Значит, посчитали нужным посмотреть его на московской дорожке, как он себя поведет и почувствует здесь. Потому что класс лошадей и в Краснодаре, и здесь, можно сказать, разный. Бывает, что здесь послабее, чем в Краснодаре, а бывает наоборот. Ну, допустим, на приз первой короны, я считаю, что записаны хорошие лошади. Хорошо, я предлагаю послушать сейчас комментарий тренера Глобал Орба Анзора Альбердиева, который он дал накануне нашего эфира, и от них также оттолкнемся. Дорогу хорошо перенес, состояние хорошее, выглядит хорошо. Ну, посмотрим, еще последнюю резвую работу сделаем и уже там определимся. Сегодня на дорожку выехали, ну, на ипподроме первый раз. Было все интересно и, как бы, экскурсию провели мы. Такую компанию, честно сказать, я давно уже на двухлетний большой приз не видел. Очень хорошая компания, там, ну, можно сказать, все лучшие двухлетки едут. Он прошел две скачки в Краснодаре. Вторую скачку выиграл с рекордной резвостью. И, ну, посчитали, что нужно проверить уже с хорошей компанией. Итак, проверка хорошей компании, обеспеченную Global Orb в эти выходные. В этом нет никаких сомнений. Вот интересно ваше мнение про Midnight Arrow. Еще одна ситуация, когда кобыла бросает вызов жеребцам. Кобыла беспроигрышная. В этом сезоне Midnight Arrow, ну, по сути, конкуренции особой и не увидела. Со стороны представительниц прекрасного пола на центральном московском ипподроме. И, как вы считаете, вот этот опыт, да, для двухлетней кобылы, сама Ольга Полушкина, ну, мягко скажем, не сильно была рада тому, что владельцы попросили записать, да, кобылу в компанию с жеребцами. Наверняка для тренера важно было сохранить, да, ее порядок на следующий год. Ее целостность, да. Но, тем не менее, вот этот опыт для Midnight Arrow в компании с такими уже зубрами настоящими, хоть и двухлетками. Ну, Midnight Arrow хватает резвости, кобыла загрунтованная, и краев мы ее тоже не видим. Поэтому, как бы она не дала пацанам прикурить. Даже так? Да. Она хорошая кобыла, очень сильная. Потому что Global Orb потрясающий, но на широком ходу. Вот у него есть такая, подойдет, не подойдет. А это женщина... И первый старт после дороги. Да. А эта женщина, она загрунтованная. Мы ее видели, и резвость пока даже не просто выигрывает с местными, с тремя головами. А привозили лошадей, посмотрели, она выигрывает, сколько? 7-8 корпусов она выигрывает. Ну, в одну калитку, да. Резвость хорошая, лошади хорошие. Сила есть. Сила есть, да. Лошадь не напряглась. Я так понял, Георг, вы за всех кобыл, да? Скачка, где они бросают жеребцы. Да, однозначно. Для меня кобылы это лучше, чем жеребец. Намного приятнее, когда кобыла выигрывает у жеребцов. Хорошо. А вот что думает относительно своей подопечной мастер-тренер Ольга Полушкина? Давайте послушаем. Изначально кобыла была травмирована на заднюю ногу, и поэтому, когда мы делаем голопи, когда я смотрю всегда по скачкам, мне важно, чтобы лошадь у меня принимала с правой ноги, потому что правая нога у нее повреждена. И, соответственно, сильная левая. И тем самым по голопу мы смотрим, сколько раз от нагрузки она ее поменяла, чтобы Жакею потом по скачке было, чтобы он понимал, на что ему рассчитывать. То есть три раза поменяла, четыре раза, по вороте несколько раз покрестила, поменяла. Потому что, когда у лошади есть какие-то, ну, по состоянию здоровья есть какие-то проблемы, ты не имеешь права просто ее работать, как обычную лошадь. Ты, естественно, постоянно подстраиваешься и анализируешь. Поэтому было принято сегодня сделать 1200, хотя мы и ни разу не делали 1200, голоп. Вот сегодня приняли от 1600, сделали 1200. Ну, все хорошо прошло, меня все устроило. Я даже сказала, что, наверное, слишком резво. Ну, Жакею сказал, что, в принципе, я, говорит, ехала, я не ощущала, что она как-то очень сильно напрягается. Просто, говорит, да, она немножко запуталась с ногами, неправильно переставила в повороте. Ну, да, сейчас она просто поняла, как ей вести себя по скачке. Она в этом плане девушка сообразительная. То есть важно будет занять лидирующую позицию, да, потому что ее могут затолкать. Мы смеемся. Я говорю, вон Орбагру кто-нибудь видел, Глобал Орбагру. Джубик мне сказал, все нормально, мы, если что, между ног проскочим. Она же маленькая. Ну, вот, свою характеристику Ольга Полушкина, как всегда, очень ярко дала Midnight Arrow. Кобылка небольшая тоже, да, и, Люба, если вспоминать ваши слова о том, что в этот день могут победы одерживать лошади более компактные, то здесь, наверное, у Midnight Arrow есть преимущество. Плюс ко всему, кобыла здорово выступает, но пока в дивизионе с кобылами. Вот претенденты, которых мы видим вместе с вами, Legion Bars, Barmalee, Midnight Arrow, претенденты, которых выбрал производственный отдел центрального московского ипподрома, насколько с ними вы согласны? Я бы Глобал Орбу все равно не сбрасывала. Повыше, да, поставили? Фантаст, Глобал Орб. Ну, видите, место только три, которые выбирают, а лошадей пять, тоже сложно. Не, ну, Орба тоже можно. Не можно, а нужно даже считать. Сложно, пока эти лошади не встречались, тяжело. Тренер сказал, что все нормально. Значит, он знает, что все нормально. Хорошо, тогда давайте наберемся терпения и отложим все наши рассуждения и предположения до воскресенья, потому как действительно, как сложится скачка, мы сейчас сказать заранее так вот не сможем, можем лишь порассуждать. Давайте посмотрим на состав малого дерби, приз города Москвы. Акванит первый номер, второй Кишуп, Лемон Плам под номером три, Спешл Темпл номер четыре, пятый Шулер, Дерзкий Рассвет шестой, Тор под номером семь и Брайт Стар под номером восемь. С него-то мы и начнем. Брайт Стар, еще один подопечный Хусея Касаева, который прошел этот сезон в основном выступая в Грозном и в Пятигорске. Мы понимаем, что и грозненское покрытие, и пятигорское покрытие, оно гораздо тише, нежели дорожка центрального московского ипподрома. И видите ли вы задатки такого универсала у Брайт Стар, потому что сейчас Брайт Стар предстоит пройти на более резвом покрытии. Как это все отразится на его результате, неизвестно. Но вот как вы считаете, удастся ли ему успешно выступить, да, и поддержать вот тот уровень, который он задал на протяжении этого сезона, уровень своих поступлений? Если он выдержал и выиграл грозненский дерби, то я думаю, что он и это здесь может осилить. Там же сила тоже нужна была. Другой вопрос. Компания. Не в обиду тренерам, но здесь компания сильно слабее, и Брайт Стару я в принципе не вижу. Конкуренции не вижу, да, сильно слабее. То есть вы считаете, что Брайт Стар своими результатами, просто своим классом должен в одну калитку выиграть эту скачку? Интересное мнение. Безусловно, здесь Брайт Стар это номер один, да, по, опять-таки, своим выступлениям в этом сезоне. Но есть Лемон Плам. Еще один подопечный Шамиля Хаткова, представитель также конного завода Волгоградский. Лемон Плам не выступал долгое время. Не знаю, насколько это станет препятствием для победы в воскресенье. В малом дерби он пропускал розыгрыш приза Анилина. Но, тем не менее, Лемон Плам, конь доморощенный и также уже пригрунтованный, знающий прекрасно дорожку центрального московского ипподрома за Космик Фронт. Но он последний раз скакал 1800. Да. И перерыв был. Он последний раз скакал у нас в июле. В июне в честь дня организаторов парида в июне. Да, 26 июня. Перерыв сколько? Еще и 2400. Еще и 2400. Я думаю, что тяжеловато будет без скачки. Как бы ты не пробивал его по скачке, как не пробивал. Вот в таких ситуациях пробовали делать голуб и скачки. То есть, собирали несколько лошадей, делали там голуб и скачку 2000. Все равно это не скачка. Это не скачка. Тяжело. Поэтому я думаю, что... Это мое личное мнение. Я не говорю, что лошадь плохая там или что. Но я думаю, что ему будет очень тяжело. Хорошо, я предлагаю к нашему диалогу подключить Шамиля Хаткова. И вот, что он сказал о Лемон Плам в преддверии Малого Дерби. Лемон Плам – это доморощенный жеребец от Паландер Уимси Лемон. Тот жеребец достаточно хороший, стойкий, работоспособный. Единственное, то, что он давно не ссыкал в день розыгрыша Окса. Не было для него подходящей скачки. А три головы писать на приз Анилина, ну, как-то смысла не было. Единственное, вот этот промежуток, если не скажется. А так работает хорошо, я доволен. По работе он ходит неплохо. Думаю, что по работе он показывает, что ему... Он выдержит 2400 тоже. Но вот тот, кто может бросить вызов и Брайт Стару, и Лемон Пламу, то есть конному заводу Волгоградский, по моему мнению, и может стать Тор. Тор, я согласен. Дистанцию 2400 метров, был вторым на Краснодарский большой приз-дерби, и там он ехал, ну, по сути, с места до места, да? И какой пейс он задавал? В силовой манере. Не выкрусили на амбразуру, но он доехал. Он доехал. Не хватило совсем чуть-чуть, да, по финишной прямой, буквально у самого финишного столба. Он, извините меня, он всю дистанцию вел, там 50 метров этих не хватило, и с какой резкостью они шли. Они же тоже не пешком шли. И там тоже лошади были записаны очень классные. Ну, безусловно, одна из главных скачек всего сезона в Краснодаре. Вот мы видим, что из последних сил уже Тор цепляется за возможность одержать победу, но Голдслэм и Мерзабек Капушев цепляют Тора и одерживают победу в свою очередь. Как вы считаете, вот переход на, опять-таки, московское покрытие, да, учитывая, что Тор еще у нас и не выступал на ЦМИ, как может отразиться на его результате? Ну, Казбек сказал же, что он уже пригрунтовался, он сам на низу легенький, ему будет намного комфортнее, чем крупным, тяжелым. Он и в поворот может спокойно войти. И тем более он обладает такой резвостью, которой он может воспользоваться. То есть московская дорожка в связи с тем, как Тор прошел в Краснодаре, ну и лучшим образом ему подходит, чтобы попытаться... Он еще резвее может. Мое мнение, что он еще порезвее может пройти, потому что Краснодарская дорожка тяжелее, чем московская. И грунт совсем другой. Здесь вот по комментарию Казбека Хамизова можно сказать, что его как раз эта дорожка и подходит для Тора. Я предлагаю обратиться к мнению тренера Казбека Хамизова относительно Тора. Работай, доволен. Не сказать, что на все 100%, но нормально. Ну, круг жестковатый для него. Он привык по-мягкому. У него ход своеобразный. И ему чуть-чуть тяжеловато здесь. По-жесткому. Ему разницы нету. Он может и сидеть, и с места до места ехать. Он такой конь ровный. Как хочешь там, он не тащит ничего. Заставишь поедет, не хочешь, он может сидеть. Все сложилось не так, как хотелось бы, но все сложилось. Для нас хорошо складывалось. Но последние 150 метров не хватило фарта, чтобы довести. Ну вот действительно, в скачках важен в том числе и фактор удачи. Удачи. Как сказал Казбек Хамизов. Дорогие друзья, Брайт Стар, Тор и Лемон Плам. Думаю, что с этой тройкой претендентов на победу в Малом Дерби мы согласны. И давайте в завершении первой части поговорим про самую резвую скачку дня. Тысяча метров, приз-критериум, боевой Крит, Аку Марин Блю, Ихея, Дейнерис Таргариан, Аркрист, Хиджаз, Скай Барбара и Матвей Платов. Начинаем мы с боевого Крита. Люба, все-таки решение оставить на более короткой дистанции боевого Крита. Вот насколько оно вам тяжело удалось после победы в призыве следили. В этот день все равно для него нет скачки. Ну, 2400 это однозначно нет, понятно. В этот день все равно для него скачки нет. А скачка прошлая ему далась достаточно легко, он из нее вышел легко. Почему бы не ехать на критерий? Я думаю, что мы его в этом дивизионе оставим. Ему там комфортно, это его. Ну, и преобладает по резвости. По резвости. Сумасшедшей там хватает. Насколько он этой резвостью умеет пользоваться? То есть не перегорает ли он до старта? Как он ведет себя при утренних работах? Он спокойный жеребец. Ну, в Москве такой немножечко, как будто бы чуть подзавелся. Но это даже... Дома он вообще абсолютно спокойный, его с места не сдвинешь. Здесь немножечко чуть-чуть поэнергичнее, чуть-чуть по... Одни там может на рыси чуть протащить, на кентере. Ну, то есть на кентер поднимаешь, начинает тащить, чуть его сбросил с поводу, все, он веревки бросает, пошел. Ну, то есть спрашивает, бежим? Я говорю, нету. Точно? Я говорю, точно нету. Все, понял. И спокойно идет. На финишную прямую доехали, раз, опять бежим. Я говорю, нету. Все, понял. Вот, то есть, в принципе, жеребец абсолютно спокоен. Вот, понятливый парень. И я ему верю на 100%. Он очень честный, очень честный. Есть, есть одна загвоздка в лице Аркриста. Все-таки мне кажется, что Аркрист в первый день, да, и об этом, ну, в общем-то, можно было догадаться, что он не увидел соперничество, да, с боевым Критом, потому что боевой Крит шел полем, да, а для Аркриста очень важно, чтобы кто-то был рядом. Рядом. А боевой Крит видел соперничество? Нет, думаю, тоже. Ну, вот как раз в воскресенье и посмотрим. То есть, они ехали слишком далеко друг от друга, для боевого Крита это проблемой не стало, а для Аркриста, судя по всему, проблемой стало. Но Аркрист до встречи с боевым Критом считался вообще номер-1, да, в этом сезоне у спринтеров, потому как выиграл абсолютно все скачки в Павловской, в Краснодаре. И, конечно, это делает честь боевому Криту, что обыграть Аркриста, да еще и на главной скаково арене нашей страны, да еще в таком стиле. Да, это победа дорогого, конечно, стоит. Вот как вы считаете, Георг, Аркрист второй раз должен пройти лучше? Да. Это из-за того, что он уже адаптируется? Нет, боевой Крит очень резвый, и просто так ему тоже он не отдаст Аркристу, но им придется повоевать между собой. Но вот смотрите, Аркрист выиграл, мы видели только что, повтор его победу в призе критериум, все-таки 1000 и 1200 это тоже дистанции вроде бы близкие, да, но 1000 метров это нужно израсходовать тоже весь свой запас энергии. И 1000 метров это все еще от приема зависит, как ты примешь. Чуть опоздал, задержался, уже все, тебе надо резвее принимать, ехать. То есть коэффициент полезного действия уже начинает меньше быть. Ты тратишь больше энергии. Ну, я думаю, что боевой Крит и Аркрист, это мое личное мнение, что они будут между собой. Аквамаринблю забыли? Я за своих болею. Ну, здесь у Георга большой выбор кобыл, 4 кобылы и 4 жеребца. То есть вот так у нас распределились силы в компании Критериума. Ихея, кстати говоря, за Аркристом была третьей, и Ихея здесь на центральном московском подроме тоже интересно, что собой будет представлять. Плюс ко всему есть Дейнерис Таргарион, которая не очень удачно прошла в призе в честь леди Лексингтон. Может быть, обилие лошадей в компании как-то ее подкосило. Но кобылы тоже способны показывать очень резвые секунды по дистанции. Не, она Дейнерис Таргарион резвая сама по себе. Отец у нее очень резвый был, Дезергейс. Ну, жеребцы, есть жеребцы, они сильнее. Дейнерис Таргарион не была в компании спринтеров. Да, хороших спринтеров не была. Дейнерис, она бегала в Москве, это никак, она очень резвая. То есть, даже не обязательно проверять ее в компании спринтеров, можно просто посмотреть на секунду, секунды потрясающие. Но когда она идет в 27, и тут же жеребцы ее давят в 27, это гораздо тяжелее. То есть, в компании серьезных парней уже ей тяжело, она уже теряется. Может быть, в Кобыльем дивизионе, да, вот на 1000 метров она может быть, а с жеребцами, ну, тяжеловато. Тут такие жеребцы, это что же не подарки. Я предлагаю послушать комментарий Казбека Хамизова относительно готовности Аркриста к предстоящему призу Критериум. Не знаю, не хватило его чуть-чуть, потому что и по всей дороге, и когда он ушел, раньше времени вырвался, и он до конца не боролся, потому что соперничества не было, и он расслабился. Иногда, когда старший возраст, лошадь, конкуренции нет, он расслабляется. Он думает, что он впереди выигрывает эту скачку и до конца не выкладывается. Вот и все. Он уже старший возраст, ему, конечно, получше, чтобы конкуренция была. На нем никто ничего не будет менять. Тут 1000 метров принял и пошел. Вот и все. Там никто никого не... Тут не 1200 ждать не будут. Здесь поворот слишком крутой здесь. Он большой, здоровый, он не может нормально входить в этот поворот. Ему приходится коротить ноги. Из-за этого он теряет там... Там нельзя никого скидывать. Это 1000 метров. У кого прием получится получше, тот и может выиграть. Ну что же, это мнение Казбека Хамизова. Все может определить прием. Дистанция 1000 метров очень короткая, поэтому с приема, буквально с первых секунд, все может стать ясно касаемо данной скачки. Итак, Аркриз, Боевой Крит и Аквамарин Блю. Вот такая тройка претендентов на победу, дорогие друзья. Нас во второй части программы ждут скачки с участием лошадей чистокровной арабской породы, поэтому никуда не уходите от своих экранов. Также очень интересные две скачки, о которых мы поговорим. Ну и в целом день крайне любопытный на Центральном московском подроме. В это воскресенье всех приглашаем на трибуны СМИ, для того, чтобы насладиться скачками. Девять скачек, напоминаем, все, ну практически все, мы сегодня сумеем разобрать так или иначе, да, но главные призы мы отметили. Сделаем в нашем эфире небольшую паузу, после чего возвращаемся в обратный отчет и будем говорить о дерби и о призе президента Объединенных Арабских Эмиратов. Дорогие друзья, возвращаемся в студию программы «Обратный отчет». По-прежнему Любовь Гудкина и Георг Кабалян вместе. Мы говорим о тех скачках, которые пройдут в воскресенье на Центральном московском подроме. И вторая часть нашего эфира посвящена лошадям числокровной арабской породы. Как и год назад, в день дерби мы увидим арабское дерби по приглашению данная скачка. И в этом сезоне у нас дистанция будет 2400 метров. Саверна Георг. И также Кубок Президента Объединенных Арабских Эмиратов. Все эти призы, они становятся таким маяком для гастролеров в том числе. Потому как серьезная группа лошадей приехала из различных регионов нашей страны, чтобы побороться за наиболее значимые и дорогие призы. Наверное, самые дорогие призы для лошадей числокровной арабской породы в рамках этого сезона. Да, потому что дерби 500 и приз президента Арабских Эмиратов 3 миллиона. Это уже манит всех. Сюда хороших лошадей. Ну, имея хорошего араба, почему не ездить? Давайте познакомимся с составом участников большого московского приза дерби. Скачка по приглашению. Дистанция 2400 метров. Антона Нариво 1 номер, 2 пиктограмма, Доната номер 3, Малико Грант 4. Далее Ломбардия 5 номер, 6 сектор Терск, Джилли Грант номер 7, Купидон Кавказ под 8 номером, Джеймс Бонд 9 и Габриэль Грант, московская аксистка под 10 номером. Ну что ж, давайте начнем тогда пока с москвичей. Да, давайте. Сконцентрируемся на них, тем более, что... Ну, не сказать, что такая уж серьезная заруба между ними была по ходу этого сезона. Пожалуй, вот два основных претендента. Это Джеймс Бонд и Антона Нариво. Вот они так попеременно друг друга обыгрывали. Кто-то был лучше в начале сезона, кто-то по ходу сезона добирал. И, в частности, розыгрыш приза Асуана 30 июля у нас выиграл Джеймс Бонд на втором месте Купидон Кавказ и на третьей позиции скачку заканчивает сектор Терск. Георг, вы как специалист по лошадям чистокровной арабской породы Джеймса Бонда в этой компании определяете как основного фаворита? Вы имеете на дерби? Да, на дерби. Нет. По какой причине? Ну, потому что он 2.400 не бежал. Тут есть намного класснее лошади. Он неплохой, хороший. У меня были в тренинге две ее сестры. Тоже на Окс бежали. Но здесь и Антона Нариво, если брать местных, тоже хороший. Причем Антона Нариво, как мы понимаем, на коротке, на большой летний-то Джеймс Бонд обыгрывал. Да. Это еще 600 метров. Поэтому тут и Габриэль Грант, которая тоже может, судя по ее результатам, на Окс. А из гастролеров любой. Настолько сильная компания гастролеров приехала. Ну, здесь три Аксиски, извините меня. Потом второй призер дерби. Второй призер Пятигорского дерби. Это уже много чего значит. Действительно, скачка, которая целую россыпь очень талантливых лошадей собрала в этом году. А мы с вами вспоминаем, как легко одержал свою победу Антона Нариво над Джеймсом Бондом в рамках большого летнего приза. А вот Джили Грант, кобыла, которую тренируете вы, которая пришла голова в голову с ломбардии на Краснодарский Окс. Как она перенесла дорогу и какую, может быть, разрабатываете тактику, глядя на то, как здесь москвичи едут и в каком порядке находятся местные конюшни? Ну, я за тактику говорить ничего не буду. Так она в порядке, вроде бы нормально перенесла дорогу. Сейчас работает, вот уже второй день мы на круг выезжаем. Ну, круг ей нравится. Джили Грант, она ведь у нас начинала сезон-то и в компании жеребцами. Она проверена вдоль и поперек? Она из двух лет жеребцами скачет. И все, ни одного ограничительного приза, все традиционные призы в нее. Что в ней выдает вот такую классную кобылу? Душа. У этой лошади много души и желания. Много души и желания не только у нее, но в том числе и у ломбардии. У ломбардии тоже. Которые они пришли голова в голову, вообще такое величайшее явление. Я считаю, что эти две кобылы лучшие в своем классе на Краснодарском ипподроме. Ну, они, посмотрим в воскресенье, докажут свое. То есть, смотрите, если вспоминать в целом вот эту трехлетнюю компанию в Краснодаре, то многим казалось, ну и мне тоже в том числе, что кобыль и дивизион, он сильнее жеребцов в этом году в Краснодаре. В Краснодаре, да. Кобыль и дивизион был намного... В ломбардии и Джилигрант на дерби выступили плоховато, из-за чего? В промежуток был маленький. Две недели после ИОКСа, извините, 2400 и 2400, чуть тяжело. А был вариант не писать? Ну, знаете как, хотелось посмотреть, на что она способна. С кобылами уже понятно, да, на что они способны. Хотелось бы и посмотреть с жеребцами, которые собрались. Но вы держали наверняка в голове, что проверив жеребцами через две недели, потом нужно еще восстановиться, перенести дорогу, чтобы приехать в Москву и здесь бороться за победу в дерби. Ну, если бы я увидел, что она не готова и что-то с ней не то, то я бы никогда не привез бы ее сюда. И на дерби чуть-чуть сложилось, езда не ее была. Она так не ходит, так скажем. Ее оттягивать нельзя. Ну, помимо Джилигрант, Ломбардии еще и Пиктограмма. И Пиктограмма. Это вот три кобылы, которые могут любому жеребцу дать фору. И в этой компании тоже. Ну, единственное, что Доната, тоже второй призер Пятигорского дерби, он там проиграл совсем чуть-чуть. Хотя скакал в этом году одну скачку, спринтерскую, он ее легко выиграл и все. Габриэла Грант. Давайте про Габриэль Грант поговорим. Да, среди московских кобыл она у нас лучшая. Хотя там тоже такой неоднозначный был финиш. Да, кроссинг и проехали там по колесам Габриэль Грант. После этого уже судьи вмешались и отдали победу подопечной Аси Кутурцеевой. Судейская коллегия, я считаю, что сработала очень хорошо, потому что если кроссинг был, лошадь сбиваешь с хода, она уже не сможет. И она не маленькая кобыла, она очень крупная. Крупную лошадь, когда сбиваешь с хода, тяжело поставить на ход. И тем более еще и помеха была. То есть, ну, два раза одну лошадь бить тяжело. Поэтому я считаю, что правильно и сделали. Давайте вот сейчас мы много кличек озвучили, много скачек посмотрели. И сейчас придем к некоему составу претендентов. Выберем тройку наиболее явных таких фаворитов данной скачки. Джеймс Бонд, Купидон Кавказ предлагает нам производственный отдел Центрального Московского ипподрома и пиктограмма. Мне кажется, что нам нужно вмешаться. Незамедлительно, да? Чтобы эту тройку как-то видоизменить. Воскресенье покажет. Я не буду говорить. Пускай так и будет, как посчитали. Ну, будет другой совсем. Ну, так часто бывает скачка. Предполагаешь одно, а это совсем другое. Да, получается другое. Неизменно только финишный столб. А все остальное, как сложится скачка. Ну, я считаю, что это ихнее мнение. Мое мнение, что будет первая тройка совсем другая. Люба, у нас дерби в этом сезоне, оно не обходится без присутствия кобыл. Если даже начинать с расистого дерби, да, там выиграла кобыла. Сейчас в Сады Придоне большой всероссийский приз дерби. Там эзотерика тоже на хорошем счету имеет все шансы. И здесь мы видим, Геворг говорит о том, что большое количество кобыл, очень талантливых, достойных на победу в дерби. Мы будем за кобыл болеть? Будем болеть за кобыл. Будем болеть за кобыл. По крайней мере, на арабской дерби. Значит, так ровно и не будем. Ну, Джеймс Бонд парит у меня. Я видела его последнюю скачку, да, выходила. Агент номер 7. Геворг, уши вот так, не напрягаясь. Парень на расслабоне, делает свое дело и не напрягаясь. Ну, там состав. Геворг, Геворг, вас пикировал. Состав лошадей. Да, 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 вот так вот. Состав лошадей. Согласна. Согласна. Вот сейчас состав лошадей, которые идут на дерби, и когда он вот выиграл эту скачку, да, ну, это небо и земля. Так скажем, второй эшелон. Здесь на дерби намного сильнее лошади идут. Пускай. Ну, в том числе и Габрия. Вот он пускает, теперь доказывает свой фаворитизм, как ты говоришь, что ты за него болеешь. Я сказала, я за вас болею. Буду болеть за вас, но фаворитом считает. А победит сильнейший. Пускай победит сильнейший. Победит сильнейший, здесь спору, конечно, никакого нет. И очень сильная компания лошадей старшего возраста, чистокровной арабской породы, приехала на штурм Кубка Президента Объединенных Арабских Эмиратов. Давайте посмотрим на состав участников данной скачки. Легионер первый номер, Туфик второй, Фантастика Терск третий, Аль-Халиб четвертый, Сахар пятый, Драгонфлай Терск номер семь и Сейфуль Мулюк под седьмым номером. Давайте разбираться во всех хитросплетениях данной скачки. Начинаем мы с Легионера. Я думаю, что сезон Легионера в Краснодаре можно было бы назвать идеальным, за исключением одной скачки. Одной скачки, вот последней. Да, последней, где он был вторым. До этого исключительно все скачки он заканчивал первым. И, по моему мнению, да, это вот один из фаворитов, ну, наверное, под номером один из гастролеров. Ну, он так и идет. Из гастролеров. Да. Потому как противостояние с Сахаром, оно всегда таит в себе, ну, определенную... Интригу. Да. Да, интригу, безусловно. Но, что касается выступлений у себя в Краснодаре, то Легионер с любой позиции мог выигрывать броско, мог посидеть, то есть конь... Не, он универсальный, он как хочет, так и едет. И Легионер. Легионер выигрывает приз Писнира. Вспоминаем одну из тех побед, которые одержал Легионер в этом сезоне. Добавляет, конечно, Легионеру преимущество в Москве, то, что на нем поскачет Морзабих Капышев, но легко. Вот все победы достаются Легионеру легко, и это, конечно, номер один сейчас на Краснодарском ипподроме. А вот что касается Сейфульмулюка, они с ним соперничали. Да. С Сейфульмулюком они соперничали. Но можно ли сказать, что мы увидели в этом сезоне Сейфульмулюка, вот образца его, скажем так, лучшего сезона? Нет, нет, он же приехал с Польши. Да. Сейчас, ну, вот, допустим, сравнивать сейчас нынешний Сейфульмулюк, да, и вот когда они с Легионером шли, это разные лошади уже. Он пришел в порядок очень хороший. Мне он нравится. Мы стоим в одной конюшне, и я вижу его, как он выглядит. Я вам скажу, что эта лошадь не подарок. Скакать за границей с такими креками и выигрывать там и вторым, и быть, это очень. И две тысячи – это самая его комфортная дистанция. Вспоминаем арабское дерби России, которое выиграл Сейфульмулюк, который незадолго до своего отъезда за рубеж в Польшу. Есть опыт побед на дорожке центрального московского подробно. Не знаю, вспомнит ли он эту атмосферу или нет. Атмосферу праздника, трибуны, зрителей, шум, да. Но, тем не менее, Сейфульмулюк – это тоже претендент на победу в розыгрыше Кубка Президента Объединенных Арабских Эмиратов. И Сахар. Сахар – это среди москвичей номер один. Да, он вообще идет беспроигрышно. На Сахаре в этом сезоне тоже добивались побед и посидев по дистанции, и лидировав с места до места. Но все-таки лучшая дистанция Сахара, как вы считаете? Ну, я думаю, что он эти две тысячи тоже выдержит. Но, опять-таки, в этой кампании никто никому не даст, чтобы ушли. Никто сидеть не будет. Я вам скажу, что Тауфик очень резвый. Вы посмотрите, он две скачки выиграл в Казани. Второй скачки был вторым. Но он и скакал две сто во Франции тоже. И вот я видел его вчерашний голуб. Я не буду говорить, разглашать, но как он прошел, это было сумасшедливо. А Сахара видели? Нет, я его не видел, честно. Я видел только тех наших, которые вот приехали. Краснодарцев и вот с Казани. Предлагаю обратить внимание на статистику Сахара в рамках 2022 года. Статистика действительно внушительная. Все три скачки на центральном московском ипподроме он выиграл. 1600, 2000, 2400 метров. Но все-таки, наверное, уровень соперничества на центральном московском ипподроме не тот, что в Краснодаре, что в Пятигорске, на других ипподромах. То есть конкуренция там гораздо выше. И вот противостояние, которое, ну, как мне видится, оно наиболее интересное в рамках призов для лошадей арабской честокровной породы, легионер против Сахара. Или Сахар против легионера. Они одногодки, пятилетки. У одного на 10 скачек больше. У легионера 23 против 13. Количество побед выше 14 против 8. И количество побед первой группы также у легионера больше. Но по личным встречам у них равенство. На центральном московском ипподроме они встречались два раза и одержали каждый по одной победе. Вот, Люба, я понимаю, что здесь, ну, исключительно такой поверхностный, да, просмотр на эту дуэль. Ты в чью пользу? Видела Сахара. Выглядит хорошо. Как раз мимо нашей конюшни шагал. Выглядит хорошо. Но я не видела легионера. Легионера видела только в Краснодаре. Не знаю, почему-то я больше склоняюсь к легионеру. Потому что Сахар парень ненадежный. Докуда добежали, до туда добежали. А легионер, он боец. То есть, ну, хотя мы видим, да, что и 2-2,400 прошел Сахар. Ну, Сахар прошел 2-2,400. С компанией, с какими лошадьми? Я вам скажу, что в Краснодаре и в Ронске не подарок, который может и резво ехать, и на силу ехать. Там как бы и легионер в любой компании тоже скачет. То есть, уровень компании, так вот подытоживая, да, уровень компании, в которой выступал легионер, выше, чем уровень той компании, в которой выступал в этом сезоне Сахар. И здесь я только могу выделить 4 лошади, которые будут между собой. Ну, что же, я думаю, что на этом мы и будем двигаться к завершению нашего сегодняшнего эфира. Дорогие друзья, не забывайте, что прямую трансляцию Сады Придония, большой всероссийский приз Дерби, покажет телеканал «Конный мир» в прямом эфире 14 августа в 12 часов 45 минут, большой скаковой день на Центральном Московском подроме, поэтому приглашаем вас к экранам. Ну, а те, у кого получится прийти на Центральный Московский подром, я думаю, что вы огромное удовольствие получите от увиденных скачек. 9 призов, плюс еще 2 заезда, то есть день очень и очень богатый. Приглашаем вас в это воскресенье, в эти выходные посетить Центральный Московский подром и убедиться в том, что скачки – это красиво, скачки – это зрелищно, это азартно. И можете увидеть воочию Любовь Гудкину, Георга Кабаляна своими глазами, задать им интересующие вас вопросы. Меня зовут Максим Синаторов, дорогие друзья, обратный отчет на этом завершается. Благодарим вас за внимание, благодарим наших гостей. Оставайтесь на «Конном мире». Счастливо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова